Добили справедливости с помощью прокуратуры. Жители дома номер 22 по улице Федерации долгое время опросили, чтобы их жилище признали аварийным. Ведь зданию больше ста лет. Но городские чиновники такого важного факта, казалось бы, не заметили. Как людям удалось отстоять свои права, расскажет наш корреспондент. Дому номер 22 по улице Федерации более ста лет. Он построен в начале прошлого века. Сюда страшно заходить и страшно подниматься по лестнице. Но здесь всё ещё живут люди. Правда, с соседями им повезло не очень. В хоккей играют крысы, мыши от магазина. Паусыря Хамдиева беженка из Ташкента. Приехала сюда в 1994 году к тёте, единственной родственнице. После её смерти унаследовала эту квартиру, которую трудно назвать жильём. «Слива нет, туалета нет, ванны нет, горячей воды нет, ничего нет. Контейнера нет. Самой подгазовой плитой мыши и крыс прогрызли магазин, потому что там коробки вот такие крысы возились. В коридоре крысы бегали. Крыша текла». Всего здесь жили четыре семьи. Но сейчас Кусырья Саберзиановна осталась единственным жильцом. Все остальные разъехались в лучшие условия. Ей же податься некуда. В 2010 году женщине пообещали переселение. С тех пор эти собранные коробки с вещами так и стоят. Аварийным дом так и не признали. «23 года обращалась. В Думе было заседание депутата о выселении. Потом ещё раз. Они говорят, межведомственное надо, платите 40 тысяч. Я говорю, спасибо. С 13 тысяч пенсии, я говорю, не знаю, за лекарства, не знаю, вам платить». Отчаявшись решить вопрос о жилье с ответственными лицами, женщина обратилась к служителям Фемиды. Прокуратура Ленинского района города Ульяновска установила, что в августе текущего года межведомственная комиссия по результатам своего заседания постановила, нет оснований признать 22-й дом по федерации аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. «Данное решение было принято незаконно. В связи с тем, прокуратура Ленинского района города Ульяновска обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании исключения межведомственной комиссии незаконным и обязании администрации города Ульяновска решить вопрос о признании многоквартирного жилого дома аварийным, подлежащим сносу. На сегодняшний день данное исковое заявление в полном объёме удовлетворено». В управлении ЖКХ администрации Ульяновска нам пояснили, что решение суда они ещё не видели. «Мы поднимем данное решение суда. Думаю, он появился только если он прокуратура им обладает. То есть у нас в общем пока нет, не поступало. То есть мы его найдём, непосредственно прокуратурой поработаем на Ленинском районе и повторно, если что, вынестем на рассмотрение межведской комиссии в ближайшее время, как только у нас будет решение суда». По решению суда жильцам этого дома должны предоставить жилые площади аналогичные помещениям, в которых они живут сейчас. Мария Сафронова, Ирина Силкина, Александр Абрамов, Весть Ульяновска.